салем до стар бул каштанов минэн каштанов реакшн канала макошки алди низдер и сегодня у нас будет реакция на сериал 532 6 серия вторая часть ребята долго не будем разговаривать поскорее приступим к просмотру уже по традиции улькен рахмет за то что подписывайтесь на канал за то что остаетесь на канале а кто еще не подписался внизу кнопка проходите прожимайте и не забывайте включать колокольчик уведомления а мы приступаем кеток ребят первую часть конечно было запутано просто просто пипец только повторяю под конец второй части начал что-то более-менее понимать что к чему но мне уже написали в комментариях что вот эта вторая часть будет гораздо интереснее там как бы ты все поймешь ну как бы это и логично ладно хоть никакие подробности кстати написали за это спасибо ребята не спойлерите в комментариях все смотрим здравствуйте привет извините что поздно хотел спросить вы сегодня болжан не видели нет ничего все нормально просто уже поздно и и до сих пор нет она наверно где-нибудь задержалась не переживай да вы правы скорее всего в техникум наверно задержалась извините еще раз добрый ночью а на дворе ночь да такое кстати ребят я вот посмотрелся на этот сериал тоже усы отпускаю буду с усиками гонять смотрим музыка это как раз таки те самые останки которые крысы поели до которые нашли мусорки он еще в первой части на опознание присутствовал о ебать здрасте привет салмы салмы здрасте привет да ребят работенка у них ну что в общем тут то же самое все тела нет есть только отрезанные части а где ноги дети видели как медэксперт всегда курит куда-то утащили собаки утащили свидетель есть нет тишина давайте для протокола проговорим так у нас это пятая жертва да по счету предположительно как и все жертвы проститутка изнасилована затем тело расчленили ощущение сын я вот одного не пойму куда он остаток тела прячет почему мы не можем их найти я думаю потому что он останки тела прячет у себя в желудке у а че нет опять людоед что ли была же женщина с белюшами куда они только берутся суки что давай за здоровье да ну нахер ребят неужели это то о чем я вот подумал сейчас они реально что ли психи но как так троем то они все вместе собрались я сказал же нормально мясо прожарил сюда иди пробуй нормально прожарил охуенный шашлык значит маринад кировый сделал женя в следующий раз сам тогда делай я еще ног рот закрой и тебя выебу сейчас хора у них дружеские отношения ребят неужели это все было на самом деле пацаны сколько раз говорю давайте нормального мяса поедим молодого да там мы сто раз это обсуждали это опасно и че опасно а сколько раз прокатывало опасно слышь ты святоша не прикидывайся пойму между прочим всю эту тему ты замутил а давайте санитарами будем давайте город отшлюх чистить будем а короче че тебе сказали нет значит нет санитары ни хера себе санитары это они да крадутся на этой тачке опа сзади сзади машины ты нахуя это сделал ты че болбоем что ли ты нахуя орешь ты че предлагаешь ее назад отвезти а она мое лицо и взяла нахуя тебе че сказал делать сиди дома не высовываться короче антох че сделано то сделано даме мне нравится пизд знакомое лицо у этой девушки а это не девушка шалкара следователя неизвестная а неужели он его убил а а а а а а а а Какая девушка Шалкара, это же сестра вот этого убития, который их в первой части убивал, это же его сестра, да, и он ее ищет. Он заходил к какой-то женщине в самом начале серии, блин, ребят, сорян. Продолжение следует... Ребята, я отказываюсь верить в то, что это было все на самом деле, просто отказываюсь. Еще такой момент, да, когда она сказала, я беременна, а до этого он говорил, что хочет молодого мяса, да, и, наверное, в этот момент он подумал о ребенке, представляете, зачем я сейчас все это проговорил, и... Ребята, чем дальше, тем ужаснее. След, да, остался в багажнике? Он же тогда узнал, что это его сестра, и сказал, что не узнал, да, в первой части, и убежал. И вот это тело, останки были в воде. «Поноглубь. Конченые, за базаром следи». Эй, ты чё, сука, охуел, эй, бельцами голы-голы? В жопу засунь свои погоны, долбоюб. Перед тобой боевой офицер стоит. Ищай, сука, ты бы с нами в Афгане часа не продержался бы. Сука, гнида. Ба, ребята, что не пару минут, то я просто офигеваю и... Кардинально меняю своё мнение. В начале первой части я подумал, что он маньяк. Потом я подумал, ну, как бы, что он мстит, но я не пойму за кого и за что. А сейчас я понимаю, что, наверное, он как-то узнает, да, что убили, кто и как убил его сестру и начнёт мстить. И он просто человек, который сошёл с ума на фоне горя. На фоне того, что убили его родную сестру. Боевой офицер. И просто решил, как это говорится, всё дело пустить на самосуд, наверное. Как-то так сказать, обалдеть. Вот эта фраза сейчас была. И прям вот он всё к этому менту. И после этой фразы, то, что он в Афгане, да, ты бы с нами там и 10 минут не пробыл. Даже как-то зауважал его, что ли, да. Ну, его вот в этом отрезке времени, потому что потом он начал убивать. А к этому уже можно, как бы, по-разному, да, относиться. Но, как бы, так или иначе, это месть. Офигеть, ребята, вот это сюжеты заворачиваются. Просто невероятно. Слоплась. О, привет. Здравствуйте. Привет. Ну и вот. Угу. Чё здесь? Нож в шею. Бля, тут какие-то непонятки отвалятся. Парни, я вот одного не понимаю. Кому эти братья-санитары дорогу перебежали? Одного фарш и скромсали, а этого вам как собаку зарезали. Ну, значит, они от нас что-то скрыли. И то они нервничали, да? Ты личные дела пробивал? Дом чей? Да, я пробил. Короче, и вот с на кого? Нажертва на пя. По делам ничего такого. Санитары как санитары. Сейчас что-то найду, да? Сейчас по-любому какая-то зацепка будет. Блин, как они нервничали, да? В первой части. Санитары как санитары, ага. Что такое? Половица скрипит? А, да ну нахер. Ребят, я уже знаю, что в этих банках маринад, да? Мясной маринад. Все. Это все. Это все. Сука, тварь. Доман! Эти суки и были манеками. Надо срочно третий вон найти. Ага. Кадр из первой части. Блин, ребят, как они сюжетами играют. Просто как все переплетено здесь. Первый раз такой видит сериал. Первый раз. Ну я? А что? Пойдем пообщаемся. О чем? Я Бакусин, старший брат. Такой прям брат-брат, да? Пойдем тогда пообщаемся. Сейчас, пацаны, я вернусь. Сейчас он тебя вырубит. Что скажешь? Насчет чего? Э, хорош кино играть. Вон та телка в курсе, что ты будущий отец. Слушай, братуха, давай ты мне грубить не будешь. Покоси мне там рассказывала, что ты афган прошел, а наум и наум. Но я тоже пугал. То-се, да? И не таких ломали. Слышь, ты, если ты такой храбрый, то почему трубку не берешь, когда Баку себе звонит? Что, дела сделал и как черт загасился, да? Нормально. Слышь, сам ты черт. За языком следи. Может, она вообще не от меня залетела? Сука ты, гнида. Сломал, нет? Отгад. Хорошо, что такой человек, как ты. Не стал частью нашей семьи. А ребенка я сам воспитаю. Долгою. Блин, достойный брат, ребят. Достойный брат. Что за кипят? А, всех приубивали, да, его? Подземный брат. Мне кажется, да, я только хотел сказать, что он найдет их первым, его первым, чем следователи. Вот они. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Увидит. Увидит. Руки поднял. Руки поднял, отошел от машины, быстро! Руки поднял! Блин. Тот момент, когда я сожалею, что они его нашли. Напишите в комментариях, ребят, кто так же сожалеет об этом. Руки поднял, я сказал! Тихо, тихо, тихо. Блин, только бы не расстреляли. Эй, бляд! Эй, 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 эй! Тихо, тихо, тихо! Блядь. 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 Уже успокойся. Руки поднял! А ему терять нечего. Эй, джектер. Тиндер гэмэйн неешканде претензиям жив. Но я должен закончить свои дела до конца. Где третья, блядь? Ищи скидки? Ищи в Магном. Весь декабрь. Скидки до пятидесяти процентов. Ну ладно, ребят, рекламу посмотрим, да, как говорится? Тоже завалил, да? Нет. Он в багажнике. Та девушка в морге, кто тебе? Сестра. И она была беременна. Скажет нет? Ну теперь вы понимаете, да, ребят? Это я к следователям обращаюсь. Ты что делаешь? Шаукар, красавчик. Знаешь, почему я стал ментом? Ребят, понимаю, что такой момент напряженный, а смеюсь предположить, а не сейчас ли он руку потеряет? Ну, допустим, при взрыве, там, ампутации и все дела. Сейчас посмотрим. Когда мне было 15 лет, пропал мой братишка. Через три дня мы нашли его в арке. Ему вырезали глаза, вырвали все зубы, отрезали язык. Он умерл долго и мучительно. Даже не смог позвать на помощь. Поэтому просто мучал. Тот, кто это сделал, сука, тварь, до сих пор не был пойман. Поэтому я ловлю маньяков. И надеюсь, что среди них будет эта мразь. Ребята, а братишку Шалкара не тот ли дед убил, ну, который в нашем времени дед? Вы представляете, если это так будет, если все это потом выяснится? Это просто будет бомба. Просто взрыв. Кинематографический, мать его, взрыв. Бумы, вы завалены. Да я бы сам их всех завалил. Но закон и закон, сам понимаешь. Да он прав, братан, успокойся. Будет суд. Его сто процентов расстреляют нахер. Если до суда доживет, блядь. Мне кажется, за их тарь, мазера, пускайте череду нахуй. За его действия, блядь. Так что успокойся, братан. Боевой офицер. Она же была? Беременна. Беременна. Блядь, твою мать, сука. Отпустили? Охуеть. Беременна. Мне кажется, вот этот следователь пока ведет... А что вы его отпустили, да? Мне кажется, вот этот следователь пока везет Шалкара. Куда? В Алматы, да, по-моему? Он вообще жизнь поймет. Просто у него вообще... Он приедет другим человеком после этой дороги. После всех этих рассказов. Отпустили. Сто процентов за, ребят. Я сто процентов за... Такой... Такой поступок следователей. Понимаю противозаконно. Я не знаю, как вы к этому отнесетесь. Но это... Так, опять нам дайте кадры показывать в первой части. Скорее всего, сейчас какой-то диалог, наверное, будет, да? Который нам не показали в первой части фильма этой серии, то есть. Нет, ребят, диалога не случилось. Вот так, ребят, у вас поменял сменение? Ни хера не маня. Даже при таких зверских убийствах. Сейчас страшно. Вот он, диалог. Вы суки. Хочете подхать так же, как убили мою сестру и других девчонок? Служба в Афгане, как говорится, ему помогла в этом плане быть в такой ситуации выдержанным и стойким. Ребят, это просто федевр. Это просто шедевр. Ребят, вот смотрю на эти степи, просторы, да? Я слышал какие-то истории, что в Лас-Вегасе, да, вокруг тоже пустыни. И там вся пустыня усеяна тоже трупами там всяких должников, недолжников, там, ну, кем угодно. Вот у вас в свое время плюс-минус, походу, то же самое, да, было? Блин, вокруг на километры вообще ни одной души. Расправляйся с маньяками вообще как хочешь и где хочешь. В смысле такой, не убивай, да? Ты черный, черный. Даже как-то это улыбает, вот этого не надо. Зачем вы девчонок убивали? А он же не знает, да, что они пели. Я не знаю. Не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Наверное, ради кайфа. Нет, нет, нет. Не надо. Это смысл, но нет. Нет, 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 нет! Нет! Не надо!» Ну, ребята, насколько я знаю после То есть при взрыве гранатый таких Ник.. Такого огня нету да? Ну, понятно, здесь было все это сделано как бы Неужели он вернется к ним? Да, нафиг. Что ему делать? У него больше, я так понимаю, никого нет. Вот это поступок. Они просто херили всех. И я тоже. Да он прав, братан. Успокойся. Будет суд. Его сто процентов расстреляют нахер. Если до суда доживем, блядь. Мне кажется, за иктор Музера опускать очередон нахуй. За его действия, блядь. Так что успокойся, братан. Она же была... Блин, такой крутой диалог. Просто крутых мужиков. Да, братан, ты же понимаешь, за самосуд тебя посадят. Конечно, понимаешь. Но я по-любому должен довести это дело до конца. О том, при этом. И лично с эндергией замсе. Офицер, человек, слово. Это слово офицера. Да. Ребят, прям, подкатывает горло. Алишер Утеев. Утеев. Просто, вообще, красавчик. Браво. Так донести это все. Так преподнести. Считай, на пожизненное, да, уехал по-любому. Или лет на 20, как минимум. Блин, это... Это на реальные события. Вот именно вот так все было. Я в шоке, ребят. Такой душ, да? Режиссеры, сценаристы там. А, главный сценарий жизни рисует. Пишет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А что в итоге с этим Волганцем стал? Его самого не расстреляли? Дали пожизненный срок. Я так и думал. Убил трех конченых животных, отдали пожизненным. Стыло ли ты того? А, вон как, да? Ну, поехали. По приезду в Алматы следак, по-моему, вообще уволится, скажет. Я уже просто жизнь прожил. Я столько всего узнал, столько пережил. Ну, походу, как бы, переживать все эти истории вместе с нами, да? Только вот в мире фильма, а может быть, наоборот, ему дают еще больше стимул. Еще больше стимул появится ловить преступников. Ребята, Алишер Утьев просто снимаю шляпы, шляпы нету, аплодирую стоя. Ребята. Ну, тут, по-моему, комментарии излишни. Походу, у всего фильма что-то рассказывал. И в очередной раз, я хотел бы, наверное, повторить. Просто я первый раз вижу подобный уровень в сериалах. Я уже говорил, что особо я так прям не фанат сериала вообще в принципе. Я мало какие сериалы смотрел. Но вот из того, что я видел, я такое вижу реально в первый раз. В прошлой серии, в пятой, да? Они всю серию тоже играли от обратного. Разные временные отрезки показывали. Здесь шестую, да, большую серию они вообще разбили на две части. И еще раз, да, настолько все переплетено, что это даже, я не знаю, словами не выразить, как это. Это сколько, да, над этим сценарием сидели и работали. Кстати, по-моему, он уже несколько лет назад был готов. Вот этот момент, откуда я узнал, я не помню. Наверное, из комментариев кто-то написал. И уже, и возможно, да, все это время это все дорабатывалось. Пытались как-то сделать незаурядно, круто, качественно, необычно. И, блин, у них это получилось. Это просто, ребята, невероятно. Фух. Боюсь представить, что будет дальше. Блин. Вот пускай будет так же. Накал вот этой крутизны не хотелось бы, чтобы был спад. Вот пускай будет так, или же еще круче. Потому что я не знаю, что это только шестая серия, а их всего 12. Что еще там дальше будет? Я себе просто боюсь даже представить и даже не хочу, чтобы не разочароваться. Еще, ребята, такой момент, да, справедливости ради, чтобы уж совсем, да, так не хвалить, нахваливать фильм. Я вот один момент заметил, который здесь мне бросился в глаза. И я думаю, многие меня поддержат. Возможно, и опровергнут мои слова. То, что было пламя при взрыве гранаты. Насколько я знаю, там просто как бы, ну, чуть-чуть огонька, да, как бы, ну, там вот этот дым, летят осколки, все. Но это же гранаты не осколочные, да. Я забыла, осколочные гранаты, это такая, она, которая как в панцире, блин. После стольких лет уже на гражданке я забыл все эти армейские термины. РГД-15, что ли, короче, забыл. Блин, ребята, может быть, я путаю, может быть, как раз таки и это и есть граната, которая такая, типа, больше огнем, да, горит. А есть еще другие осколочные гранаты. Но почему-то мне показалось, что все-таки, наверное, огня должно быть меньше. Но это, опять же, мои такие придирки незначительные. Это все сделано в угоду фильма, в угоду картинки красивой. И у них это очень хорошо получилось. Все, все остальное, ребята, просто вышка. Актеры, следователи, просто красавчики. Все, ребята, все. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписался. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok